Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки. Мы с вами начинаем играть в игру Маша и Медведь. Активные игры. А в каждой из которых по 10 уровней. Вот они все, эти игры. То есть для того, чтобы открыть следующую игру, нужно пройти несколько уровней предыдущей. И так далее. Перед каждой игрой, мы сейчас все объясним. Вступим. Поиграй с Машей. В этой игре нужно собирать звездочки. Для управления используй кнопки со стрелками. То есть перед началом каждой новой игры нам объясняют, какое тут управление. Здесь ничего сложного. То есть стрелки вправо-влево. Это мы перемещаемся по кровати. И стрелочка вниз. Мы отталкиваемся, чтобы выше прыгать. Задача вот сверху. У нас есть голубенький индикатор. И собрать как можно больше очков. С каждым уровнем это будет все усложняться. То есть будут добавляться новые звездочки, разные ловушки. Там такие как гири. Если которые берешь, падаешь быстрее. Соответственно будет добавляться потом дальше рубильник с увеличением света. То есть начинаешь на темную прыгать. Различные воздушные шарики. Черные звездочки, которые дают большой минус по очкам. Но это все будет дальше. А пока мы просто так легко прошли первый уровень. Но только подателям на это слишком много времени. Поэтому дали нам не три звезды, а две. Так, вот у нас шарик, видим уже. Подлетаем на нем вверх, чтобы быстрее... Ай! Не успел собрать красивую звездочку, за которую дают много очков. Вот. То есть нужно как можно быстрее все собрать. Для того, чтобы получить три звезды. Если мы немного не успеваем, то собираем всего лишь две звездочки или одну. Это особо не страшно. То есть новые уровни открываются, даже если собирать одну звезду, а не три за уровень. Ну, как бы все знают, что все хотят заработать на всех уровнях максимальное количество звезд. Вот мы видим у нас уже... Ай! Черные звездочки. Я сразу ее первую взял, потому что у нас не было очков. Поэтому у нас ничего и не сгорело. А когда вот уже там набрал много очков, то обидно, когда берешь черную звезду. И все очки сгорают почти. Так. Сахнетушителя, наверное, не знаю. Быстрее передвигаемся. Ай! Ну так не честно. Я только... Еще не было звезды черной. Начал... Ай! Ай! Не успеваю за этими цветными звездочками. Смотрим, уже времени много прошло. Ой, давайте сюда. Их тут две. Ай! Не так же высоко. Блин, и ни одну в итоге не взял. Так, черная появилась в стороне. Это хорошо, что мы ее увидели заранее. Так, еще немного, и мы этот уровень завершим. Ай, черная звезда. Все, уже много опять. Вот вроде прыгаешь, и ее нет, а потом, когда начинаешь приземляться, что никак ее не обменить. Соответственно, ее берешь. Так. Уже у нас четвертый уровень. После него, по идее, должны уже открыться следующие игры. Не помню там, какие уже должны они быть. Тут у нас появились уже гири. То есть, с гирькой мы быстрее приземляемся. С одной стороны, это хорошо, потому что мы вот полетели, потом раз, и уже сразу внизу. И за гирью дают довольно-таки много очков, 250. Почти вот как за эту звезду. За эту звезду 300 дают. Так. Успели взять гирю. Так, нам надо сюда, вот за этой звездочкой. Ой, а вот какая-то звезда вообще была. За 500 копеек. Видели? Реактивная. А, быстрее, быстрее. Ах, не успел чуть-чуть. Так, полетели. Отлично. Взяли гирью и выполнили здание. Итак, мы видим, что мы выполнили 4 уровня. И теперь смотрим. Маша хочет кушать. Сразу расскажу, что возле Маши стоит баночка. Вот сейчас она пустая. Когда мы ее покормим, она будет полная. И потом постепенно будет уменьшаться. Когда она совсем пустая опять, значит ее нужно срочно кормить. Давайте нажмем на Машу. Покорми Машу. Сделай так, чтобы еда сама упала. Ну как кормежка. Сейчас я буду кушать. Сейчас я буду кушать. Получается, вот нам объяснение. Нужно перерезать веревочку. Мыльный пузырь мы протыкаем. Грелка. И пуляем водой. Ну и как обычно, нужно звезды собрать. Так, давайте. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Также вот какие-то у нас по веревочке штуки колючки едут. Нужно успеть все сделать до того, как они, получается, попадут на колбаску. Ай, мимо. А что ж такое? Как-то нехорошо получилось. Давайте еще раз попробуем. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Так. Ну эти две звездочки легко. Ай, ну что ж мы опять мимо. Ну как? Тяжело все-таки, тяжелая игра. Видите, угадывать вообще нелегко. Так, это первый уровень. Представьте, что будет дальше. Сейчас меня покормят. И там разные. То колбаса, то баранка. Так. Так, как же тут? Все, попал. Третью звезду я не знаю, как тут взять. Мы ее не стали уже пытаться взять, потому что иначе Маша так и осталась голодной. Видим, баночка наша наполнилась. Полное варенье. Теперь мы смотрим, какая игра у нас будет дальше. Нажимаем на Машу. Ага, получается у нас пока опять игра с кроваткой. Пятый уровень. Ой, то что я говорил. Смотрите. Мы теперь прыгаем на темную. Ой-ой-ой. Включите свет кто-нибудь. Кто выключил? А-а-а. Ну, смотрите, неплохо мы очки набираем. То есть главное тут не стоять на месте. А прыгать повыше. Я сразу, пока не было света, постарался все рубильники собрать, чтобы он не выключался опять. В итоге вот, посмотрим, мы уже прошли этот уровень. Причем оно не хотело буквально секунды до того, чтобы получить три звезды. Вот, прошли пятый уровень. Помоги Маше защитить урожай. И нам открылась новая игра. Чтобы выстрелить, нажми левую кнопку мышки, чтобы перезарядить правую. Скоро поспеет морковка. Я должна защитить ее от зайцев. Итак, покажу вам сейчас объяснение. То есть левой кнопкой стрелять, правой перезаряжаться. И все. Вот и все управление. Только тут выстрелы необычные. Тут, получается, мы стреляем шариками. Чтоб наши зайцы, которые выруют морковку, просто улетали. То есть мы же гуманные, мы же не будем их убивать. То есть нужно в них попадать, чтобы они подальше от нашего огорода улетали. И, как всегда, сверху вот шкала. Глубенькая, которая показывает, сколько нам еще осталось зайцев. Отправить в полет. Количество пулек не ограничено. Просто нужно иногда перезаряжать наше ружье. Все, последний заяц. Мы сделали это. Здесь так же самое... О, еще и три звезды заработали. Здесь как бы звездочки зарабатывать легче, по-моему. Я должна защитить ее от зайцев. Так же самое, здесь с каждым уровнем будет повышаться, наверное, количество зайцев там. Вот теперь видим, что они появляются уже не с центра, а по бокам. Потом они будут там уже сверху прилетать. Потом их будет еще больше количества. Так что запасаемся терпением и проходим наши игры. Потом я покажу, когда отсюда выйдем в меню, какие игры еще у нас есть здесь закрытые. Ой, что же творится. Смотрите, всю морковку поели с этой стороны. Пока я разговаривал, отвлекся. Начал промахиваться. Вот это здорово. Нужно стараться с первого раза попадать в зайцев. Осталось сколько у нас? Тут одного, наверное, зайца. Победа. Да, победа. И опять три звезды. Скоро поспеет морковка. Что очень даже неплохо. Я должна защитить ее от зайцев. Итак, опять поспеет скоро морковка. Морковка вообще растет быстро. Как и зайцы тоже растут быстро. И нужно за ними следить. Так что вообще, видите, они не воровали морковку невозможно. Они успевают подбежать ее, сцапать. Вот это здорово. Вот, хорошо, значит, начали выпадать совсем метко. Только он подбегает, сразу в него попадаю. Так, зайка, давай, летай отсюда. Так, это уже третий уровень. Да что ж такое? Все, прошли уровень. Морковку совсем немного у нас погрызли. То есть эти миссии мы легко выполняем с тремя звездами. Видим, что у нас банка опять пустая. Значит, пришла пора кормить Машу. Давайте нажимем на мишку и посмотрим, какие здесь есть уровни. Вот, смотрим наши пять игр. Прыжки на кровати мы уже половину прошли. Борьба с родителями мы прошли, три уровня. Детское питание мы только начали играть, вот второй. Еще есть тут снежки и фигурное катание. Но об этом все мы поиграем чуть позже. Давайте покормим нашу Машу. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Вот, видим, здесь уже сложнее стало задание. Уже три веревочки висит. Эх, чуть-чуть не долетели до третьей звезды. Ну, зато легко здесь Машу накормить. Пусть и с двумя звездочками, но это задание выполнили очень быстро. Будет больше времени поиграть в другие задания. Так. Баночка с едой у нас полная, поэтому можно играть в следующую игру. Скоро поспеет морковка. Ага, опять морковка. Наверное, еще немного поиграем морковку, а потом откроется нам уровень снежки. Так, смотрим, откуда будет заяц у нас здесь бежать. Ага, их уже больше стало. Тут было их всего два. Теперь три было. И уже, вон, смотрим, они на нас летят. Ай. Сверху. Наверное, с самолета высаживаются. Ай-яй-яй. Так, заяц, ай-яй. Оружие нам новое дадут или нет? Или так и будем с этой уколки отстреливаться? Так, мы можем замоковка за наше не уследить. Так. О, победа. Хорошо, успели. И опять три звезды. Ну, это сразу видно, что я мальчик, то есть стреляю хорошо, поэтому в этом уровне, точнее в этой игре у нас везде три звезды. Так. Что-то лучше играют девочки, что-то мальчики. Ну, в стрелялке, я думаю, все-таки лучше играют мальчики. Это не дискриминация, это просто констатация факторов. Ну, зайцы, что вы, сдаетесь? Если бы у нас было настоящее ружье, было бы вам не сдобровать. А так у нас ружье игрушечное, веселое, такое смешное. Ура! Три звезды. Хочу новую игру. О. Мишек, ты думаешь, что не уничтожен? Мишка, давай нам думай что-то новое. Помоги Маше играть в снежки. Вот и наши снежки. Дай замахом с помощью мышки. Сейчас посмотрим описание. Так, замахиваемся, наподобие как Вангри Бёрдс. То есть, отводим с определенным усилием назад наш снежок и кидаем. Смотрим, куда оно летит и стараемся попасть в цель. Так, чтобы использовать бонус, шелкни мышкой, пока снежок летит. Отлично. Бонуса у нас пока мисс нету. Давайте попробуем, как же тут оно все летает. Максимально замахиваемся. Эх, чуть-чуть перелетели. Надо слабее немного или ниже. Можно так же сильно, только чуть ниже. Да, что ж такое. Опять мимо. Теперь получается по центру надо. О, вот отлично. Все, попали. А когда мы попали в мишень, ну и сейчас одна, а дальше будет больше, то выходит мишка и мы уже просто так в него должны попасть. Ну, чай, мишка. Все отлично. И три звезды мы получили. Не промахнулись несколько раз. Так, у Рейн 2, видим, уже у нас две мишени и уже они чем-то ограждены. Можно попробовать разбить это ограждение, а можно перекинуть. Ну, тут легче, наверное, все-таки разбить. Тем более видим, что два снежка нам дали сверху еще. На картинке был нарезован снежок, а все-таки в картинке попадают, что дают бонусы. Вот это здорово! Есть бонусы там с разными снежками дополнительными. Есть бонусы с сосульками. Это все мы увидим дальше. Вот мы вот эту льдину, наверное, или кто это, блок стоял, который нам мешал, разбили. И теперь можем спокойно попасть в мишень. Пока у нас в эту игру играть получается хорошо. Но, если честно, дальше там есть сложные уровни, которые очень тяжело сразу научиться играть. Так, мишка, лови, получай. В пузо тебе. Отлично. И тут тоже три звезды. Так. Ого. Опять Маша проголодалась. Видимо, у нее на столе он каша стоит, ее любимая, которая у нас сама накошеварила. Конфеты. Так что давайте покормим ее. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покурят. Так, а теперь смотрим в этом уровне. У нас уже появился вот такой шарик. Надо им попасть, в него попасть, чтобы наш фрукт... Так, теперь прокалываем его. Ай, только... Теперь он никак не долетит, наверное, до Маши. Да, придется начинать заново. Видите, да? Никак мы его не сможем толкнуть. Давайте сразу начнем. Сейчас у меня покурят. То есть мы не вовремя... Так, не вовремя, получается, лопнули наш шарик. И вот сразу его сейчас надо лопать. Вот. Так, сейчас... Ну, что ж ты сделаешь? И перерезаем. Отлично, все. Это первый уровень, когда мы окромили Машу и собрали 3 звезды. Но дальше будет еще сложнее, поэтому не уверен, что у нас будет больше, чем 1 звезда. Так. Смотрим на уровни. Мы уже с вами прошли 5, 5, 2 и 3. То есть мы с вами прошли уже 15 уровней. Ну что ж, давайте поиграем где-то до 25 уровней сегодня. И потом до 25 уровней пройдем в следующей серии. Так что нам пока место еще играть и играть. Опять снежки. Ого, смотрите, какие сложные. То, что я говорил. Тут уже надо будет попотеть. Так, смотрим, что у нас тут с другой стороны творится. Ага. Наверное, нужно сначала начать снизу, потому что там у нас есть бонусные снежки. Видите, сколько их? И сосульки какие-то, и еще что-то. Вот так вот. Отлично. То есть нам большая куча снежков привалила. И какие-то бонусные снежки. Сначала вот поразим первую мишень снизу. Потом будем двигаться дальше. Отлично. Так. Теперь осталось нам две, которые уже более сложные. Вот так вот. Эх, снежки не в ту сторону покатились. Пробили ледяную глыбу. То есть вторую мишень, в принципе, тоже, я думаю, несложно поразить. А вот дальше уже, как попасть на другую сторону карты, это будет уже проблематично. Ах, недолёт. Что ж ты сделаешь, а? Так. Вот, получается, мы толкнули снежок, и он покатился на мишень. Так, ну давайте теперь попробуем сделать ещё вот так вот. Смотрите. Сейчас снежок толкнул. Ай, не, недолёт маленький получился. Получается, мы должны толкнуть вон те снежки, которые стоят на краю. И смотрим, они покатились. Так. И покатились, и попали в мишень. Тут плохо, конечно, обзор сделан на две карты. Но ничего. Теперь остался у нас мишка, в которую нужно попасть, и всё. Получай, мишка! Получай, мишка! Мобед! Ну, как-то мы ещё заработали 3 звезды или все мишени. Ого! А тут вообще, смотрите, что у нас за засада. Тут вообще сложно-сложно всё происходит. Давайте, наверное, верхнюю сначала собьём. Так. Потому что снизу там вот есть снежки дополнительные. И тут тоже вот дополнительные снежки. Только как их заработать, я пока не знаю. Это уже 4 уровень, а уровни уже такие сложные, как прям вангрибёртс. Надо тренироваться, тренироваться, чтобы их пройти. Вот, отлично. Так, верхние мишени мы поразили. Остались вот эти нижние две. Давайте сразу возьмём какие-то бонусные, наверное, шары. Тройной удар. Нам бы ещё неплохо было дополнительные снежки вот взять. Вот так вот как-то. Отлично. Два снежка. То есть, один мотор потратили, два заработали. И теперь можно уже попадать в нашу мишень. Отлично. Так, а как же теперь нам тройной снежок кинуть? Давайте попробуем. Получается, у нас там всё завалено блоками. Эх. Сосулька нам не помогла. А как же теперь? Ага, вот. Мы тройным снежком разбили блоки. Теперь у нас мишень, в принципе, ничем не прикрыта. Просто нужно аккуратно прицелиться и попасть в неё. У нас остался один снежок фактически на попадание, потому что ещё один нам нужен будет на то, чтобы попасть в мишку. Эх, промахнулись. Наверное, у нас тут же получится пройти сейчас. Вот. Ну, а на мишку у нас, наверное, снежка уже нету. Ничего еще. Да, ничего не получается. Да. Всё-таки приходится переигрывать. Нам одного снежка. Надо всё-таки стараться вот там сверху снежки эти все разбивать, а не просто отвалить. Тогда у нас будет там бонус. Так, ну давайте попробуем. Вот, отлично. Плюс два снежка. Так, ещё плюс два снежка. То есть, таким методом мы можем снежки эти экономить. То есть, вот у нас снежки сейчас все на месте, получается. И фактически всего одна глыба у нас осталась между целью и Машей. Всё, теперь уже ни одной. Теперь мы попадаем в нашу цель. И уже куча снежков у нас осталась на нижних две мишени. Причём там мы можем ещё взять бонусы всякие. Так, давайте вот так вот сделаем. Отлично. Вот. Сразу всё лишнее убрали. И можем попадать в нашу мишень. Вот. Ещё и бонусные сосульки взяли. Хорошо. Теперь у нас куча снежков для того, чтобы разбить эту стену. Верхний слой был такой, видели, голубенький. А, точнее, синий. Его легко было разбивать. Да, мы вообще этот раз классно прошли. Смотрите, у нас куча снега ещё осталась. Вот это здорово. Что значит тренировка? С первого раза прошли мы это тяжело. А вот теперь... Эх. Вот зато глыба разбилась. Теперь вообще без проблем. Получай, Мишка. Получай, Мишка. Хоть со второго раза, но мы это всё дело прошли. Опять снежки, пятый уровень. Ничего себе, смотрите. А как же это всё дело пройти теперь? Я даже не знаю. Получается, тут вообще страх, что творится. Надо будет, наверное, этими тройными снежками попадать в нижний. Ой, не знаю даже, как его проходить. Ещё ж такой обзор, я бы сказал, плохой. Но ничего, будем тренироваться. Так. Получили бонус. Интересно, что сосулька даёт? Вот, одну мишень мы поразили. Вот это здорово. Так. Лорд, отлично. И смотрим, что там происходит. Но давайте посмотрим всё-таки. Плохо, что обзор. Получается, эти шары все высыпались вниз. И разбили нижнюю мишень. Отлично. Так, ну только вот теперь как того снеговяка крайнего победить? Я даже не знаю. Он так спрятался там, и нам его просто не видно, когда мы кидаем что-то. И у нас там, в принципе, не так уж и много. Ай-яй-яй. Снежков осталось. О, что-то мы попали куда-то. Да, получается, вот попали в... Опять снежок один покатился и сбил эту мишень. А в последнюю мишень тоже должна бывать снежка упасть. Но не вышло. Если мы сейчас не попадём, то придётся начинать всё заново. Так. Тройной. Ай-яй, блин. Получается, не тройной получился. Вот это здорово. А у нас первая была сосулька. Обидно, досадно, но ладно. Сейчас... Вот, теперь попали. Но у нас не осталось... Этого снежка для того, чтобы попасть в мишку. Но ничего, может быть, сейчас опять мы со второй попытки пройдём этот уровень. Оставьте, что будет и на десятом уровне. Так. Ну что, приступим. Вспомните, как мы попадали. Отлично. Первый раз мы потратили два снежка, чтобы взять эти бонусы. А теперь у нас хватило и одного. Так, отлично. Вот это здорово. Сколько мы там уже мишеней поразили. О, смотрите, вообще все мишени поразили до единой. Обалдеть. А второго снежка. Сейчас посмотрю, чтобы вы поверили. Да, вот все мишени поражены двумя снежками. Вот так и бывает, что не можешь вообще его пройти уровень, потом раз, и проходишь его легко. Все, мишка, в щеку получай. За то, что мы старались так. И с тремя звёздами мы на тура не прошли. Хочу новую игру. О, теперь нам будет доступна сейчас новая игра. Мишка придумал. В этой игре я вообще ещё не играл. Поэтому будем разбираться с ним вместе. И волков ещё обучить. Ого. Так, волки мешают кататься. Как же их искупать в проруби? Обалдеть. Ладно, будем разбираться. Ага, вот сердечки. Коньки какие-то. Мороженое. А как же нам волков? Ай. Да что ж ты сделаешь? Так. Как же волков искупать в проруби? Я не знаю. Может надо вот так вот расчертить что-то? Ага, да, всё, понял. Теперь понял. Вот, всё. Ха-ха-ха. Эх, не успел немного. Опять не успел чуть-чуть. Так, волчок. Ай-эй-эй-эй. Ну давай-давай быстрей. Есть, успел. Победа с тремя звёздами. Всё, Маша опять голодная. Так, давайте покормим её и попробуем. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Так, это вообще уже какой-то сложный уровень. Так, перерезаем вот это вот. Ну. Получается у нас ничего не вышло. Я так и не играю. Да, мы так и не играем. Надо пробовать ещё раз. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Пошли уже сложные уровни. Так. А что-то всё равно не получается. Не. Как-то надо не так тут. Давайте попробуем по-другому. Сейчас я покажу, как. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Так, сначала обрежем боковую верёвочку. Вот, отлично, смотрим. Вот это здорово. Там появилась у нас ещё одна верёвочка. Ай, я не то обрезал. Ну ничего, уже ближе к делу. Пробуем ещё раз, наверное, это уже будет последний раз. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Так. Отлично. Вот это здорово. Эх, только чуть-чуть мы звёздочки не собрали. Эх, чуть-чуть не хватило. Ну, ладно. Зато машина кормлена. Всего одна звезда, но ничего. Я говорил, что на более поздних уровнях не получится уже все звёзды собирать. Так, считаем, сколько у нас уже уровней. Получается 5, 5, 5. И тоже 5. То есть мы с вами прошли уже 20 уровней. Наверное, всё-таки мы остановимся на 20 уровнях, потому что дальше идут сложные миссии. Если на вторую серию оставить 25 миссий, то это будет очень долго длиться видео. Поэтому мы в первой серии сделаем 20 миссий, во второй 15 и в третьей 15. Так что, друзья, на сегодня мы будем заканчивать наш обзор. Если эти игры вам понравились, наш обзор также, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. У нас в последнее время много игр про Машу и Мишку. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Всем пока.